Всем привет! Рядом со мной Максим Кондрашевский, я-то мастера спорта по пауэрлифтингу. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о тренировке ноги, поговорим немножко о неклассических приседаниях, о необычных приседаниях. И первое упражнение, которое мы сделаем, это приседание на... это фронтальное приседание, либо же по-другому их еще называют, приседание со штангой на груди. Пойдем, Макс! Вариантов хватов существует на самом-то деле достаточно много. Кто-то берется, как берутся штангисты, то есть подворачивая локти вверх, да, то есть держат кистями. Кто-то берется, покажи, Макс, вот таким вот хватом. Но очень важно, чтобы штанга лежала именно на плечах, то есть она не лежит у нас на руках, она лежит на плечах. Отходим. Очень важно, чтобы коленный сустав не выходил за носки, спинку держим ровно, спинку не округлим и садимся вниз. Взгляд направлен вверх. И встаем отсюда. Упражнение очень хорошо развивает четырехглавую мышцу бедра, а также нужно помнить, что это упражнение все-таки базовое, многосуставное, поэтому работают не только ноги, работает и спина. В данном случае у нас хорошо работают плечи статично, мы держим штангу. А мы помним, что для того, чтобы мышцы расшлисли, нужно в работу включать большое количество мышечных групп, для того, чтобы получать хороший гормональный отклик. Следующее упражнение, которое мы рассмотрим, это упражнение с акцентом уже на ягодичную мышцу, которое называется выпады, либо же тяжелоатлеты, называется упражнение приседания об ножницы. Макс берется за штангочку. Шангу мы уже ложим на плечи, а не на грудь. Выпады у нас, почему? Потому что у нас одна нога находится впереди, что очень важно здесь. Так же, как в классических приседаниях, колено не должно выходить за носок, поэтому ножки мы ставим довольно широко. Нога, которая находится сзади, она стоит на носке, она не должна быть на пятке, она не должна стоять на всей стопе. А дальше мы пойдем и разберем такое базовое упражнение, которое многие делают в тренажерном зале. Довольно часто бытуют какие-то мнения, заблуждения, ну и технические ошибки – это жим под формой ногами, или жим под углом вверх. Пойдемте. Так, Макс, ложимся. Какие здесь есть у нас основные моменты, что очень важно? Да, ну мы еще раз повторим, потому что это базовое упражнение, у нас в работу вовлечен коленный сустав и тазобедренный сустав. Основная ошибка, основной травмоопасный момент – это отрывание поясницы. Поэтому мы опускаем до тех пор, пока вам позволяет гибкость. Поясница отрываться здесь не должна. На вдох важно опускаем платформу, на выдох жмем вверх. А на этом мы закончили сегодняшнюю нашу тренировку ног. До скорых встреч. До свидания. Продолжение следует...